Несколько месяцев назад я решил провести такую акцию, возможно, даже в начале 2018 года, что я решил в своей книге раздать всем желающимся. И вот, я дал объявление, ну как-то думал, что тут буду только успевать книги эти все отсылать. Но, как показала практика, эта акция продлилась где-то, наверное, месяца 2-3, что всего лишь за это время не более 15 человек у меня попросили, чтобы я им выслал мои книги, что я им, конечно, и сделал. Ну, это как-то меня удручило, так скажем. И я решил эту акцию отменить. И отменил я ее. Но, тем не менее, там осталось объявление. Тем более, вы видели, что обложка моего канала изменилась. Сейчас теперь она соответствует названию. Малахов Геннадий. Кого вы набираете в поисковиках. Опа! И пошло на Малахова Геннадия прямиком. Далее. Было неясное. Ну, это для целебной кулинарии делалась. Заставочка там какая-то. Зелень была. И я в этом, в колпаке поварешка. Это как раз фотография была сделана на программе Королевой Наташи. Вот это вот, про кухню. Меня там позвали, как раз нарядили, все это сделали. Вот. И все это было сделано вначале под канал Целебная кулинария. Ну, так как он тоже оказался незатребованный. Я его выставил. Все передачи выложил. Что я сделал. Я сделал такую шапочку. Ну, а потом, по мере работы на Ютубе, появились другие рублики. И, как бы сказать, многие говорили мне, что мы там не узнаем ваш канал. Вот. И фотография не похожая. И заставка не похожая. И название не похожее. Вот сейчас я все привел в порядок. Название. Заставку. Видно, что это целительные силы. Те книги, которые народ знает больше всего. И ссылка именно на мой сайт. То есть, ранее сайт Генеша Кадата давно был моим сайтом. Но время течет, все меняется. И мой сайт, в котором находится библиотека, мои статьи, газеты, книги. Все это там. И получается, что теперь вы, нажимая на ссылку моего сайта, сразу же попадаете на библиотеку мою. То есть, на сайт. И там видите, что вот такое было объявление. То есть, я в некоторых книгах написал, что книга распространяется бесплатно. Переделывать это, конечно, это можно, потому что исходники у меня есть. Но я счел нецелесообразным тратить время. То так сделал. Потом эту надпись просто-напросто надо удалить. Опять ее повторить. Решил оставить так, как есть. И вот сейчас я вам рассказывал, что я долго-долго возился, чтобы сделать в своей книге «Целительные силы» в том варианте, в каком я желаю их видеть. Потому что у меня были задумки и в обложке, и в оформлении, свои собственные. Но потом, когда они попали в руки издателя, те посчитали, что вот так вот целесообразно. И их больше узнали по вот этим вот пестрым обложкам. Ну, узнали и узнали. Ладно. Не будем вводить дальше в заблуждение. Я оставил эти обложки маленькими. Вот и мне приходят письма. Так и так, мол, вот хотим ваши книги. Написано, вышлите мне. Я сказал, что эта акция кончена. И я этим делом не занимаюсь. Ну, вот один из посетителей канала сослался на «Литрес». То есть, ранее «Литрес» торговал моими книгами. Как это получилось? То есть, книги мои издавались другими издательствами. Эти издательства заключали договор с «Литресом». И, значит, «Литресом» еще издательству выплачивал какие-то там, думают, дивиденды. Что, что, как. Я как-то насчет этого, знаете, и не знаю. Ну, вот они торговали, торговали. Потом я, когда все договора уже закончились с издательствами, я узнаю, что они продолжают торговать. И я им запретил это делать. И вот, естественно, они, то, что осталось у них в этих самых нераспроданных календарике, они еще остались. Все остальные книги, вот, написано, дима, лупа, слишком мелкий пунчик, написано, временно недоступно. Значит, что я еще посмотрел? Я вот все-таки отношусь к своим книгам, ну, как своего рода детям, что ли, которых породил. И мне хотелось, чтобы у них была и обложка красивая, то есть одежда, и содержание там такое приемлемое. Ну, уж если говорить о том, что и бумага, то и бумага хорошая должна. А там посмотрел просто-напросто, знаете, как им передали текст. Так они этот текст вставили, допустим, в целительные силы номер один, два, три, там, четыре, там, голодание, там, и прочие-прочие мои книги. Ну, так, знаете, лишь бы, лишь бы, вот, сделать как-то мне, вот, вот, именно вот это не понравилось, что без всякой, знаете, вот, любви и трепета, лишь бы продавалось. И я запретил им. Значит, они все это устранили, остались только вот то, что я показал, видать, в этом, остатки какие-то бумажные они там пытаются их продать. Ну, продать так продать. Значит, все, ну, не все, я так, основные труды выставил в библиотеке. Будет желание и время, я и дальше продолжу свои книги обрабатывать в PDF, потому что тут просто-напросто время надо сидеть там и не столько ее книгу делать по рамкам, там, а больше по тексту. Почему-то слишком много ошибок, которые надо исправлять. Вот ты сидишь, эти ошибки, идиоты, исправляешь, это крайне какая-то работа неблагодарная. Ну, вот что, в литресе отзывы, два отзыва я их вам, их зачитаю. Первый отзыв. 23 марта 2014 года. Опыт сын ошибок трудных. С книгами Геннадия Петровича познакомился 16 лет назад. Много это или мало, это целая жизнь. А жизнь это здоровье, которое не оказалось за это время потерянным благодаря книгам Геннадия Петровича. Главное, к чему апеллирует в книге Геннадий Петрович, элементарный здравый смысл, основанный на знании, научном знании и собственном многолетнем опыте. Книги достойны внимания, хотя бы потому, что автор не навязывает свою точку зрения никому. Вот это вот правильно подмечено. В одной из его книг, а точнее в той, первой для меня, есть такие слова. Читайте сей труд многократно, вдоль поперек, между строк. Имеющий глаз пусть увидит, имеющий уши пусть услышит, имеющий разум пусть примет и обретет. Знание далеко, не всегда и не сразу дается в руки каждому. Знание нужно добывать. И тот, кому оно действительно нужно, обязательно обретет его в книгах Геннадия Петровича. Спасибо. Второй отзыв. 16 марта 2013 года. Эффективные методики для здоровой жизни Малахов уже много и давно пишет. Пишет не только о том, как вылечиться, не потеряв при этом окончательное здоровье от осложнений, но и о том, как жить, не доведя себя до болезни. Главное, что свои рекомендации Малахов опробовал на себе. Для меня, например, не важно, что автор при этом врачом не является. В конце концов, он рекомендует не какие-нибудь виды лечения, которые требуют специализированной аппаратуры, применения сильнодействующих средств. Кое-что мной испробовано на себе. Причем были выбраны наиболее щадящие и приятные для меня методики. Кое-что попробовали мои родственники и знакомые при появлении проблем со здоровьем. Причем опыт был у всех удачным. Практика – единственный верный критерий. Поскольку сейчас предостаточно книг не в бумажном варианте, а в электронном виде, надеюсь на издание книг этого автора для ридера. А вот здесь подчеркнуто – практика – единственный верный критерий. Не было бы практики, вся моя теория, которую я там объяснял, она бы, будем говорить, не работала, эффективности не было никакой. И естественно, миллионные тиражи моих книг не разошлись бы. Вот, поэтому вы можете теперь книги, основные книги по основным направлениям оздоровления, в котором я работал, они доступны в моей библиотеке. Заходите, читайте. Что еще добавить? Кстати, у меня интересовались, почему там не издают. Издательства посчитали, что мои книги продаются плохо, и, будем говорить, они нерентабельны. Ну, нерентабельны, так нерентабельны. Это раз. Что касается критики такой, значит, конкретной по существу, до сих пор не было. Есть просто огульное там обзывание без углубления. Вот так это, вот не так, и кто это написал, и почему он написал, все. Больше ничего нету. Конечно, конечно, книги в основном были написаны где-то до 2000 года, это основное. Сейчас уже прошло 19 лет, и много накопилось. Ну, просто-напросто опять сидеть, опять все это переделывать. Хотя с появлением интернета работа значительно облегчилась, но в то же время усложнилось, что ты теперь не с двумя-тремя источниками работаешь, а ты можешь работать с 20-ю там, со 100 источниками, понимаете. И все это дело сравнить, и все это дело сличить, и все это дело обмозговать, и понять, и сделать все выводы, и сказать, что как и работает. Вот это уже такая задача трудная, поэтому она как-то притормозила меня, потому что я не могу просто так работать, что-то взял одно там, написал и так далее. Мне вот интересно, если уж покопаться, так покопаться всерьез. Так что пользуйтесь моей библиотекой, пока есть возможность.